Уровень доверия граждан, эффективность решения проблем горожан и открытие нового центра управления регионом. Эти темы стали ключевыми на традиционном еженедельном совещании с главой Дмитрием Волошиным. За минувшие две недели от химчан поступило 986 обращений. Это даже меньше, чем традиционно поступает в течение семи дней. Чаще всего люди жаловались на график движения транспорта, уличное освещение и уборку снега. Здесь бы мне хотелось особо отметить, что службы не прекращали свою работу. Все обращения по вопросам снежной уборки на дорогах, во дворах и придомовых территориях мы отрабатывали в течение суток. Специалисты выходили на место, проводили уборку. Особое внимание уделили повторным обращениям. За две недели их было всего 123, что значительно ниже аналогичных показателей в декабре. Глава поручил чиновникам держать на особом контроле повторные жалобы. Пожалуйста, вы не пропускайте, чтобы таких обращений не было. Или если таковы имеются, то они не были под собой уже конкретную основу, вывлекались, встречались с жителями, разъясняли и помогали в первую очередь. Полным ходом и в срок реализуются проекты по строительству социальных учреждений. В 2020 году на территории Химок появится 15 новых объектов. Среди крупнейших детский сад на улице Парковая на 250 мест и на лесной улице в Подресково. Там смогут принять 125 ребят. Также строится многофункциональный комплекс с бассейном, катком и спортивными залами. Этот темп очень важен и снижать. И вот эта проекция, когда мы говорили, что мы построим 100 социальных объектов, она не загорает. То есть прибавить 15, которые мы ведем, плюс 12, вот по сути они сто и есть. То есть даже, возможно, до 2023 года мы уже тут пройдем убежь. Глава напомнил о важности ввода в эксплуатацию Центра управления регионом, который заработал в тестовом режиме в августе 2019 года. Сегодня в нем активно принимают заявки от горожан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорог, транспорта, образования и здравоохранения. Продолжение следует...